Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Дмитрий Подлесной. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии отмечают, что ситуация с преступностью в округе остается под контролем. В целом массив преступлений сократился незначительно на 4%. Заметно увеличилась раскрываемость на 2%. Происходит снижение убийства, однако наблюдается рост преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью. В управлении достигли неплохих результатов, касающихся имущественного блока. В частности, фиксируется сокращение совершенных краж. Хорошо сработали по профилактике грабежей и разбоев. Увеличивается количество мошенничеств как в целом и по России, так и в округе. Это говорит о доверчивости жителей. В последний месяц у нас идет достаточно серьезное выявление пресечения преступлений, связанных с наркотиками. Каждый день минимум где-то по 400 грамм, а то и по 5 и более килограмм изымается наркотиков на территории нашего округа. Это Нижневартовск, Сургут в большей степени, Нефтьюганск и Ханты-Мансийск. Оно уже как бы так вот традиционно стало, что по большим городам сюда завозятся большие партии наркотиков. Глава югорской полиции считает, что на сегодняшний день удалось выстроить достаточно серьезный заслон по противодействию этому виду преступности. Напомню, ранее президент России Владимир Путин произвел реформу силовых ведомств, добавив к базе Министерства внутренних дел структуры федеральных служб по миграции и контролю за оборотом наркотиков. Сейчас завершается процесс их внедрения в систему МВД. Законодательная база двух ведомств, нормативная база приказа внутренней, в том числе ограниченного доступа, сейчас перерабатывается, уже переработались. На сегодняшний день я хочу сказать, что мы выходим уже на нужное направление с координированности действий и обучения слаженности действий двух ведомств по реализации как оперативной информации, так и участия в раскрытии преступлений. Проект «Дороги без проблем» работает в нашем округе. Это интерактивная карта магистралей, в которой можно сделать отметку о некачественном участке той или иной трассы. После поступления сообщения о проблеме модератор анализирует запросы и направляет их в общественные советы согласно территориальному принципу. Выясняется, кому принадлежит эта дорога – муниципалитету, городу, району или поселку. После анализа данное сообщение направляется непосредственно тем, в чем в ведении находится магистраль. Проблема либо устраняется в кратчайшие сроки, либо ее ликвидация ставится в долгосрочные или краткосрочные планы работы профильного ведомства. За время работы интерактивной карты «Дороги без проблем» в ее адрес поступило 41 обращение от граждан. Из этих 41 обращения на сегодняшний день около 60% проблем решено. Остальные находятся под контролем. И был один вопрос, который касался дороги от Нижней Тавды до Мордки, но там и речь идет уже о Тюменской области. Три микрорайона Сургута в этом году получат план межевания земли. Департамент архитектуры и градостроительства ведет соответствующую работу. Полностью размежевать город планируют до 2030 года. На эти цели по предварительным подсчетам необходимо порядка 350 миллионов рублей. Однако чиновники сейчас занимаются вопросом снижения стоимости. Вместе с тем, по словам экспертов, отсутствие планов межевания ведет к неминуемым проблемам в части пользования землей. Отмечу, что сегодня не имеют нужных документов практически 55% микрорайонов, застроенных до 2015. Поэтому вопрос постановки на кадастровый учет земель остается актуальным и злободневным. Для жителей это в части определение своих придомовых территорий и возможности ей распоряжаться в полной мере. Это и благоустройство, это размещение детских площадок, это размещение хозяйственных площадок. И для городских властей это в части минимизации, то есть исключение вообще бесхозных территорий, определение границ внутриквартальных проездов и иных территорий, возможных для дальнейшего использования. Вместе с тем, из-за некачественного межевания земли или вовсе его отсутствия в городе с каждым годом выявляется все больше бесхозных земель. Так, в этом году департаментом городского хозяйства было официально признано бесхозяинами 34 проезда. Это значит, что администрация взяла эти территории на баланс и, соответственно, на содержание. В общей сложности сейчас в Сургуте в списке бесхозных числится 64 проезда, это 57 тысяч квадратных метров. Упор сделали на то, чтобы обеспечить подъезды именно социальным объектам, потому что все мы не охватим. Мы так можем и 120 тысяч набрать. Если мы будем каждый кусочек брать на содержание, во-первых, мы денег потом скребем на содержание. Во-вторых, я считаю, что чистить подъезды к живым домам, которые необходимы только для этого живого дома, я считаю, что это не совсем правильно. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск, новогодняя столица России, 2017. В этом статусе город утвержден Министерством культуры РФ. В столице Югры уже в полную силу готовится встретить поток туристов на мероприятия. Первая из них ежегодно проходит в середине декабря или чуть раньше. Это Всероссийский слет, Дедов Морозов и Снегурочек. Организуют также катание на оленьях и собачьих упряжках. В боевой готовности и все музеи, и развлекательные учреждения Ханты-Мансийска в прошлом и позапрошлом годах они работали в обычном режиме, все новогодние каникулы. Мы долго бились, продвигали идею. У нас есть собственный козырь в кармане. Это наша зима, снега, мороз. Когда все в этой части чисто, бело и девственно. И вот на это тоже нам нужно приглашать, чтобы на это приезжали. Едут в Антарктику, едут в Антарктиду, едут в Исландию, едут, скажем, в Гренландию. И это им нравится. А у нас при высокой, скажем, освоенности территории, при мощном потенциале промышленном, еще оказывается такая красивая зима. Всего в Югру каждый год приезжают полмиллиона туристов, около 10 тысяч из них иностранцы. Самой большой была делегация из Швейцарии, 18 человек. В их числе банкиры, врачи, чиновники, работники культуры. Они, по словам принимающей стороны, были в восторге от возможностей и красот нашего региона. 25 тысяч югорчан работают в туристической отрасли. Гостиницы за минувший год оказали услуги на сумму в 2 миллиарда рублей. А число туристических продуктов продано на миллиард 700 тысяч. Вот это цифры, которые говорят о том, что это уже экономика. Ей нужно заниматься. Округ большой, интересов очень много, начиная, скажем, от этих водно-болотных территорий до лесных массивов Советского района и нашего приполярного Урала. Плюс города. Города все конфетки. Вы знаете и Сургут, и Лентор, и Когалым, и Покачи, и Лангипас. Назовите любой город. Он весь красив, уютен, с удобной инфраструктурой. Есть места, где разместиться. И рядом островками существуют, скажем, элементы туристической отрасли. Это наши базы, это стойбище, объекты показа промышленные. Но их, к сожалению, маловато. Вот здесь нужен инвестиционный потенциал, который должен вложиться. Ну а меньше, чем через две недели в России напишут географический диктант. Он пройдет 20 ноября во всех регионах страны. В этом году в Югре региональной площадкой проведения мероприятия выбран Нижневартовский госуниверситет. В масштабной образовательной акции сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и образования. Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. Добавлю, что любой югорчанин может проверить свои знания дистанционно. Для этого 20 ноября необходимо зайти на сайт dictant.rgo.ru и ответить на 30 предложенных вопросов. Ученики первой школы поселка Солнечный в рамках фонда интеркультуры России вернулись из Индии. Жили и обучались школьники в индийском городе Индар в местных семьях. Ребята изучали индийский язык хинди, традиционные танцы, а также познакомились с культурой этой страны. Рецепту хлеба чапати, узором медий и движением танца катхак теперь смогут обучить своих одноклассников ученики школы в поселке Солнечный. Восемь ребят на днях вернулись из Индии. Они приняли участие в программе по обмену. Одним из первых в округе средняя школа приняла участие в международной организации Айфэс – обмен класс на класс. В прошлом году в ноябре ребята из Индии побывали в Сургуте. В этом школьники с 6 по 11 класс этого учреждения смогли отправиться с ответным визитом. Они посещали занятия там, для них индивидуальная программа была разработана. Но конкретно дети ехали, чтобы отработать английский язык, владение языком. Поездка в Индию являлась культурно-образовательной. Две недели ребята знакомились с традициями, обычаями народов этой страны. Обучались танцам, рукоделию, изучали родной язык индийцев хинди. Каждый школьник проживал в отдельной семье, которые старались создать наиболее комфортные условия для проживания. У меня была большая семья. Проживали дедушка, бабушка, мама, папа, девочка, которая меня взяла, и младший сын. Они мне всегда говорили, вот иди кушай, тебе нужно кушать. Я говорю, зачем вы меня так кормите? Они говорят, мы относимся к тебе, как к Богу, потому что ты наш гость, и с другой стороны тем более. Более пяти лет в Сургутском районе работает международная программа обмена. За это время в округе провели каникулы и прошли обучение около 200 детей, более чем из 20 стран. Таких, как Германия, Италия, Венгрия и Франция. Один из них – Андриан Рамирес. Он приехал из Америки. В Сургутском районе он обучается в химико-биологическом классе. В чисто девичьем коллективе молодой человек занимается с начала учебного года и до июня. Андриан признается, что русский язык сложный в произношении, и пока удалось изучить только базовые слова. Когда я жил в Америке, я чувствовал, что хочу открыть для себя мир. Я самостоятельно принял решение приехать в Россию и изучать русский язык. В скором времени вместе с Андрианом школа пополнится еще иностранными учениками. Этой весной СОЖ номер один снова примет новую делегацию индийских школьников. Виктория Дрягина, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Городской совет ветеранов торжественным обедом завершил комплекс ежегодных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Встречи проходили на протяжении всего октября, ведь в первичных организациях ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов около 20 тысяч человек. На этот раз праздник организовали для самих председателей. Участие в нем приняли более 50 ветеранов Сургута. Они в очередной раз доказали, что молоды душой и полны энергии. Творческие номера стали своеобразным отчетом о работе организаций. Я желаю вам на этом поприще еще долго-долго работать на благо наших сургутян, на благо нашего города. Хочу много-много пожелать вам здоровья, таких творческих еще успехов, бодрости духа, сил, ну и получать обратную связь всегда от тех, с кем вы общаетесь, и быть востребованными и в семье, и в обществе. Сургут против жестокости. Наш город присоединился к всероссийскому митингу против живодеров. Для чего активисты всей страны вышли на улицы своих муниципалитетов, и что послужило причиной организации массовых акций, расскажет Юлия Бабенышева. У меня на руках и девчоныша с калеченной лапой, и ему грозит ампутация. Мы не хотим, чтобы в нашем городе и в нашей стране это оставалось безнаказанным. Мы против жестокости. Полина Фоменко, как и многие неравнодушные сургутяне, пришла на площадь перед бывшим кинотеатром «Аврора», чтобы привлечь внимание властей и добиться справедливого наказания для всех истязателей животных. Помощь волонтерам в организации мероприятия оказали участники общественного движения «Дай лапу». Мы подавали заявку на проведение пикета от нашего общественного движения в администрацию, то есть чтобы нам согласовали проведение акций. Но организаторами, конечно, это волонтеры, активные волонтеры и просто неравнодушные люди сургута, которые вышли с предложением. Мы, собственно говоря, организовались, у нас получилось. Запустили в небо белые шары с добрыми пожеланиями в знак мирного митинга. Желающие принесли для нуждающихся животных корм. Самое главное, что мы собираем подписи в обращение к правительству и президенту Российской Федерации с просьбой принять все-таки законы, которые будут регулировать защиту животных. Иначе так просто дальше продолжаться не может. И люди это понимают, люди выходят на улицы и все только начинается. Общественники требуют ужесточить уголовную и административную ответственность, а также значительно увеличить срок тюремного заключения за убийство, издевательство и пропаганду насилия над животными. Мы не безразличны к данной проблеме, так как животных бездомных все становится больше в городе. Чтобы меньше бездомных было, надо ужесточить статью, чтобы хозяев наказывали. Я очень люблю животных. И я очень люблю кошек и собак, птичек и всех остальных. Причиной организации массовых акций по всей стране стал резонансный случай в Хабаровске. Девушки жестоко расправлялись с собаками и кошками и выкладывали фотографии своих жертв в интернет. Есть ли в нашем городе подобные истории, вы узнаете в ближайшем выпуске телевизионного обзора новостей. Юлия Бабенышева, Борис Шабалдов, Сургут, Интерновости. Юлия Бабенышева, Борис Шабалдов, Сургут. Сургутян – это Казанский «Зенит», Московская «Динамо», Белогорье, Новоуренгойский «Факел» и Новосибирский «Локомотив», который получил специальное приглашение. Опыт есть, я думаю, ничего не мешает. Чтобы болельщики заполнили этот зал полностью, чтобы 3000 человек полностью приходило на эти игры. Я понимаю, что есть тяжелые, скажем так, составляющие, во-первых, рабочие дни будет большинство, плюс все-таки не совсем удобный здесь подъезд, стоянка. Но я думаю, зрительский вывод, болеть любую за команду. В Сургуте стартовала первая любительская баскетбольная лига города. Создана она группой энтузиастов и любителей этого вида спорта. Цель – популяризация этой игры с мячом, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня мастерства спортсменов. В двух дивизионах в течение почти полугода больше десятка команд будут разыгрывать титул сильнейшего любительского коллектива. Победители и призеры получат кубки, медали и денежные призы от организаторов и управления по делам физической культуры и спорта. Необходимость этого чемпионата, я считаю, она очень нужна, потому как выступаем мы на области, на округе, сборную, команду любительскую. Надо где-то наигрывать. Если раньше наш турнир, городской чемпионат шел полтора-два месяца. Самое главное, что сейчас вырос уровень команд, которые принимают участие. Их очень много, очень интересно. Я надеюсь, будет еще интереснее. В турнир заявились 16 команд, 5 из них не из Сургута. Представлены спортсмены поселка Федоровский, а также Нефтьюганска, Мегиона, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Игровую практику в этом турнире получают и юные баскетболисты, учащиеся спортшколы Югория, студенты сургутских вузов, а также представители предприятий. Обкатывают состав участники детско-юношеской баскетбольной лиги России и сборная ассоциации любительского баскетбола. В ее планах выйти на межрегиональный уровень. Мы планируем туда сделать команду АЛБ, ассоциации любителей баскетбола, и выходить, собрать лучших игроков, скажем так, нашего города в эту команду, объединить ее, начать тренироваться совместно, чтобы наш город имел свою команду. А на этом выпуск завершен. Впереди вас ждет еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании Сургут Интерновости по адресу indefisnews.ru. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Фитоцентр Просковья предлагает сургутянам курс оздоровительных процедур и уникальные фитосборы от Просковьи Лосевской. Процедуры в кедровых бочках активизируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем. Приобретайте подарочные сертификаты на новогодние каникулы для своих родных и близких. Улица Республики, 78А. Звоните. 24-24-14. Кировская меховая фабрика предлагает новую коллекцию норковых шуб по летним ценам. С 7 по 13 ноября на втором этаже ТРЦ «Союз». Оли! Здесь модные шторы, тонов, говори. И вновь из наших окон весна говорит. Если шторы нужны, давайте зайдем в Оли. 688-466. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 0808. Женская, изящная и утонченная. Мужская, брутальная и стильная. Детская, яркая и практичная. Обувь в салонах «Жета». Неизменно комфортная и теплая. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Привлекательный ассортимент в магазине «Аметист». Для дам – шикарные украшения с драгоценными камнями. Для мужчин – аксессуары, брелоки, печатки, зажины для галстуков, часы, крупные цепи, браслеты. Большой выбор обручальных колец из белого, красного и комбинированного золота. Для детей – цепочки, серьги, кольца, подвески. Солене коллизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60%. Беспроцентная рассрочка. Солене коллизионе осень и зима будут теплыми. Солене коллизионе – то, что действительно модно. В магазине «Адам» новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, УЛКСМ, 3, друг 2. Телефон 3763-77. И о погоде на 10 ноября. Здравствуйте, в студии Алла Шипулина. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Я люблю принимать гостей. Но приятные хлопоты может омрачить боль в суставах. Хорошо, что близкие подарили мне «Алмак-01». Теперь он бережет мое здоровье. В ноябре успейте купить «Алмак-01» до подорожания. В аптеках «Фармадом» – бережная аптека и аптека от склада. «Алмак» – высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях. Создан для здоровья людей. В четверг погоду в Западной Сибири будет определять мощный североатлантический циклон, сопровождаемый плотными массивами облачности, облажными снегопадами, усилением ветра, метелью и смягчением холода. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Направление ветра юго-западное – 4,9 м в секунду. Температура воздуха – минус 21, минус 26. Утром облачно пойдет снег. На столбиках термометров около 21 градуса мороза. Днем по-прежнему облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный – 7-12 м в секунду, порывистый. Температура 12-17, ниже нуля, а к вечеру потеплеет. Возвращение легенды Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Поступление новой коллекции из Финляндии в салонах обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба. 25-25 – это радость опять! Скидка в карапузе – 25! Большие скидки для самых маленьких – до 25% на зимнюю коллекцию одежды. Утепляйтесь и радуйтесь! Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова